Субботним днём на заправке вблизи деревни Кулаки было многолюдно. Открытие мотосезона – отличный повод встретиться с единомышленниками. Место встречи осталось прежним, как и в 2015 году. А в 2016 году значительно увеличилось количество участников. Около 600 единиц мототехники и практически в два раза большее количество участников. Неизменная осталась традиция освещения транспортных средств и проезд организованной колонны в сопровождении госавтоинспекции по улицам Солигорска. Круг по счёту по Солигорским улицам символичен. Таким образом, мотоциклисты привлекают внимание всех участников дорожного движения и напоминают водителям о том, что мотосезон открыт, и настала пора внимательнее и чаще смотреть в зеркала. Солигорчане с интересом наблюдали за движением мотоколонны, приветственно махали, фотографировали и снимали видео на память. Местом проведения мероприятий в честь открытия сезона вновь была определена площадка около Центра творчества детей и молодёжи Солигорского района, где зрители с нетерпением ожидали виновников праздника. Коллектив восхождения подготовил для хозяев и гостей площадки творческий подарок. Флэшмоб пришёлся по душе большинства участников праздника, как детям, так и взрослым, выразившим благодарность аплодисментами. В начале официальной части программы с приветственным словом к присутствующим обратились представители местной власти, отдела госавтоинспекции Солигорского РУВД и председатель мото-клуба Iron Pride MC Беларусь. Не открою большой секрет, если скажу о том, что в обществе сформировалось мнение такой стереотипа байкера, что это лихач, не уважают других участников дорожного движения и, наверное, нарушают ночное спокойствие жителей. Так вот, мы такие мероприятия поддерживаем только для того, что здесь собираются, наверное, те, кто ценит свою жизнь и жизнь других, и других участников дорожного движения. И является примером вождения на дорогах. Я хочу пожелать вам, чтобы вот этот стереотип вы ломали, и чтобы в нашем регионе наши байкеры были самыми культурными участниками дорожного движения. А еще хочу, чтобы сезон закончился в таком же составе, как он и начался. Хочу вам пожелать благополучия, удачи на дороге, и будьте всегда примером для младших, для тех, кто только вчера сел на байк. А госавтоинспектор отдела госавтоинспекции Солигорского РОВД Сергей Адамович обратился в первую очередь к водителям двухколесных транспортных средств. Мотоциклистам, опять же, попросить быть предельно внимательным по управлению мотоцикла, потому что он более скоростной и маневрный, чем автомобили. И, к сожалению, не всегда наши автовладельцы, автомобилисты замечают их вовремя. При совершении маневра разворота, либо поворота, они выскакивают позади, опережают, и, как следствие, происходит столкновение. Поэтому об этом просьба помнить. Ну и также не управлять мотоциклами, не имея права, то есть не имея водительского удостоверения, потому что очень многие покупают скоростные мотоциклы, минуя тем самым самые азы самых легких мотоциклов, менее скоростных, все хотят купить сразу, более скоростные, более быстрые, как следствие, не имея достаточного навыка, попадают в СДП. Ну и обратиться еще также к мотоциклистам, все-таки в вечернее время стараться аккуратнее ездить по центральным улицам города, дабы не мешать отдыхать гражданам. Официальная часть завершилась. Эстафета перешла к участникам конкурсов на мототематику. Именно конкурсная программа, по словам организаторов, стала изюминкой открытия мотосезона 2016. Мотовикторина для самых маленьких зрителей, конкурсы рисунков мелом на асфальте, езда на мотоцикле задом наперед, бег с утяжелением и многие другие были разделены по возрастным категориям. Участвовать в них было интересно и весело. Победителям каждого состязания вручали призы от спонсоров. Уже третий год подряд проходит официальное открытие мотосезона в городе Солигорске. Практически накатанная схема, но с каждым годом, набирая оборот и с мотоциклистами, участниками, и привлекая людей, как можно больше уже становится, людям начинает травиться. Помимо акции «Внимание мотоциклист», под девизом которой состоялось, открытие мотосезона, во время проведения мероприятий прошла и профилактическая акция «Стопспайс» с раздачей информационных материалов. Тебе нравится мероприятие? Да. А что тебе больше всего нравится? Как танцовать? Вот этот тур. Мотоциклы? Мотоциклы, да. Много разных мотоциклов. Отличный еще сегодня день. Открытие байкерского сезона – супер день. Нам сегодня, как коллективу, восхождение удосужилось открыть мотосезон своими танцами. Я надеюсь, что байкерам очень понравилось, так как они вместе даже с нами пританцовывали. Это очень круто, так и для нас, как и для них. Хочется пожелать нашим байкерам легких дорог. А раньше что? Реже подразумевались, как хочешь, и так ездят. Никто никого внимания не прошел. А сейчас более-менее стали дисциплинированные. Что водители, что мотоциклисты. Ну, мероприятие классное. Классная атмосфера, музыка, много байкеров. Есть конкурсы для детей, для взрослых. Все очень весело. Мотосезон 2016 в Солигорске официально открыт. Впереди у любителей двухколесных транспортных средств много ярких впечатлений, интересных акций, волнующих поездок. Но участники клуба не перестают напоминать всем без исключения. Что жить весело, можно и нужно. Но при этом не стоит нарушать правила дорожного движения, а с уважением относиться друг к другу. Быть все внимательны, ребята. Появилось очень много мотоциклов. Также очень много новых машин. Чтобы все внимательные были друг к другу. Что автомобилисты, что мотоциклисты. Берегите себя просто. Все участники дорожного движения должны вести себя адекватно. Без разницы на чем-то. На двух, на четырех колесах. Мы же тоже не всю жизнь на двух колесах ездим. Мы также пересаживаемся и на машины. Но так как люди, которые ездят на мотоциклах, на машине, прежде чем совершит маневр, он 350 раз в зеркало посмотрит. Так и здесь. Как один классик какой-то говорил, не помню кто. Когда я сел за руль автомобиля, я стал аккуратнее переходить дорогу. Так и здесь. То же самое. Все должны смотреть в зеркала. Потому что вот это предубеждение, что основная часть ДТП происходит по вине мотоциклистов, на самом деле я могу авторитетно заявить, что статистика абсолютно обратная. То есть беда левого поворота, беда в том, что мотоцикл не видно. Машина защищает себя, автомобиль защищает себя железом, каркасом. А мотоцикл листу достаточно одного касания в пользе, и он уже инвалид. Так что тут все должны обращать в руку. Помимо конкурсов, творческих номеров и других мероприятий, проводимых в рамках открытия мотосезона 2016, отдельным этапом можно выделить фотосессии с олигарчан с мотоциклами. Памятные фотографии уже размещены в социальных сетях. А наибольший резонанс вызвал проезд мотоколонны. По многочисленным просьбам наших телезрителей мы продемонстрируем самые яркие моменты. КОНЕЦ